игра по крупному всем привет с вами виталий из опов игра по крупному сегодня мы с вами будем говорить с очень интересным человеком максимом ильиным человеком маркетплейсом максим привет давай я тебя сейчас представлю вот хочу отдать на усмотрение слушателям какую больше тему раскрыть это про многогранность твоей личности значит максим в 2016 году очень хотел быть предпринимателем и наконец у него это получилось вот он сделал такой marketplace называется марки макс маркет да который в принципе ну наверное было много челленджей того чтобы это получилось там там что-то сейчас мы это разберем там не получалось инвестор и все остальное но де-факто сейчас в компании работают более тысячи человек выручка там превышает 20 миллиардов рублей компания активно развивается имеет там длинные стратегические планы и пока максим не стал такой недосягаемой звездой как многие владельцы оснований известных маркетплейсов которые на слуху у каждого да то мы сейчас можем углубиться в технологию бизнеса как-то это вообще все изобрел придумал и реализовал сама реализовавшись как и бизнесмен и вот такой проныра который нашел эту бизнес идею да либо мы посмотрим на тебя со стороны вообще человека что-то бы двигало твоих качества их моральных устоях вообще в принципе тебя как-то себя мотивировал потому что было много насколько я знаю случаев когда руки-то опускались и говорил что а может это и не стоит или кто-то в идею не верил поэтому ребята плюс 7 903 797 6333 пишите чтобы вам больше было интересно узнать глубже про бизнес либо провод особенности такого человека максима ильина marketplace создавшего макс маркет достаточно успешный ну один из там можно сказать самых успешных по динамике развития компании да вот мы тогда в эту сторону больше посмотрим поэтому пишите зачитаю ваше сообщение а теперь благодаря нашему клубу первых мы с тобой познакомились свое время да он нас всех объединил и сегодня наверное два слова расскажи про свою уникальность бизнес-модели у всех на слуху естественно некие там порталы куда заходишь тебе выдается какая-то выдача и ты можешь там искать в поисковом режиме значит интересующий тебя товар вот казалось бы не наверное обладает большими скажем инвестициями в маркетинг чтобы скажем скажем попасть в твои телефоны в твои компьютеры и так далее как ты сумел по сути дела без инвестиций залезть вот на это поприще где играют уже такие серьезные серьезные люди спасибо большое за то что пригласили значит я долго отвечал всегда на этот вопрос сейчас постараюсь наверное коротко дело в том что я я до сих пор не знаю что меня клюнулах куда захотелось у меня было два плана либо свой marketplace либо магазин спортивного питания я по какой-то причине поверив слишком амбенциозно в свои силы решил что раз я работал в маркетплейсе в первом маркетплейсе россии я соответственно нахватался всего все знаю все умею там характер есть пойду-ка я все сделаю сам и и я решил открыть маркетплейс потому что я очень искренне люблю вообще не ком я безумно сильно обожаю маркетплейсы это моя общая жизнь я живу этим и мне всегда было интересно как они развиваются но всегда были маркетплейсы большие где быть маленькому селеру я пошел еще дальше а где вот размещаться тому кто только хочет начать и и пришла фишка мы там стали первым маркетплейсом который гарантировал продажу товара это нам помогло собственно и вылезти в в ту вылиться в ту компанию которая на сегодняшний день есть и очень горжусь и ну тысячи сотрудников я сам иногда смотрю просто очень много безумно много людей я прикалываюсь над новичками в офисе потому что у нас во первых все в компании на ты и часто бывали ситуации когда я захожу просто на общую кухню взять и там покушать наше после раз вчера там ел и там соответственно стоят новые сотрудники ну и мы начинаем разговор как вот просто коллеги но мы и действительно коллеги но они не знают кто я да ну ты чё в доставке там ну да 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 почти но сбылась ситуация когда девочка пришла и спрашиваю ой привет а ты давно работаешь я ей почти с основания на а как платят вот машину купил себе она задает такие вопросы я и отвечаю и в итоге она спрашивает про должность и к так это моя компания вот и у нее там шок был ну успокоил и естественно поэтому как создать marketplace это очень 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 трудно слушай ну вот смотри твоя бизнес идея мне очень понравилась да скажем тебя не было достаточного капитала чтобы инвестировать в этот товар оборот в продвижение вот коротко если бизнес идея заключается в том что ты предлагаешь поставщикам производителям гарантированно размещать продавать через себя товары и случае если не будет успеха вот и выкупишь по заявленной цене тот или иной товар только не поставщикам а сэлером ну сэлером сэлером участникам процесса все верно да мы вот первые кто до этого додумались и отрегулировали этот процесс от какой суммы интересно имеет смысл быть твоим сэлером у нас пример вход шестьдесят две тысячи пятьсот рублей ну например вот у меня есть 100 тысяч рублей я говорю я хочу зарабатывать что можно со ста тысячам рублей но наверное открыть какую прикмахерскую или магазин сложно аренда ремонт и персонал и все остальное да сразу возникает желание завести какой-нибудь канал там на в телеграме в ютьюбе еще где-то стать блогером да и под это начинать продавать какие-то собственные товары интеграции но для этого нужно было давно давно начинать чтобы у тебя было много подписчиков ну и пытаться на этом зарабатывать либо какие-то интеграции делать и так далее ты в результате значит предлагаешь ну и все же знаешь такое все гениальное наверное от ограниченности ресурсов не было ресурсов а где их взять ты говоришь ребята смотрите я вам скажу какой товар купить вот от шестидесяти двух тысяч рублей да покажу пальцем вот прям в этот товар как это и вычисляешь какой товар популярен это уже отдельная история но тем не менее ты показал пальцем человек говорит окей он потратил свои сто тысяч рублей на покупку этого товара сделал магический отдал тебе этот товар вы его разместили на всевозможных маркетплейсах я пока правильно говорю все правильно да я маркетплейсах вы это сами как-то продвигаете и платите значит и вашему селеру фактически такому маленькому инвестору на сто тысяч рублей вы продаете за другие соответственно деньги не то что оптом где-то покупать и дешевле на и платить ему с его премии наценкой деньги обратно в личный кабинет и на счет тоже платим на счет платить деньги он сам платит налоги например обязательно ли становиться юридическим лицом или достаточно самозанятым или физлицо может быть законодательно обязательно иметь и пэда ну то есть человек должен стать на учет в налоговой инспекции что он там предприниматель платит налоги упрощенку в смысле индивидуальный предприниматель либо самозанятый только предприниматель самозанятый не имеют права заниматься перепродажи а окей хорошо вот он пришел 100 тысяч рублей вложил и к и сколько можно заработать вот так вот за год в средний заработок вот за последний год составил 148 процентов мы забрали там примерно один-два еще а максимальный как и был максимальная закупка которая у нас была за она за один грубо говоря там цикл большой составила порядка 160 процентов но это полгода то есть если бы такими же темпами оборачиваем из капитала насколько быстро происходит каждый месяц почти что ну то есть человек на 100 тысяч рублей купил он примерно в обороте имеет эти 100 тысяч рублей в месяц при всем при этом капитал вырастает у него практически там на 50 процентов за год ни один банк не может дать таких депозитов а вы гарантируете что если что-то пошло не так то вы выкупаете у него соответственно товар по номиналу да если что-то не полу а вы соответственно вот имея таких там скажем селлеров они же равно инвесторы тысячи человек до тысячи которые участвуют в вашей платформе вы еще чуть-чуть зарабатываете за счет своего интеллекта и компьютерных технологий как я это люблю конечно то есть есть много программистов которые естественно есть предиктивная аналитика какой товар продается что-то там вы обращаетесь поставщикам самые как ты говорил топовые товары рассказываю рассказываю мы сделали очень простую фишку где взять сейчас самые достоверные данные потому что заказать аналитику ты можешь но с ней никто не несет никакой ответственности и меня это всегда бесило почему люди продают продукты никогда не несут за него ответственность в большинстве случаев поэтому мы пришли к поставщику искали вот давай так от какой суммы надо закупаться чтобы ты нам дал два условия первое возврат товара который мы не продали а второе это твою аналитику производитель и дистрибьютор это вот первые люди в цепочке они всегда лучше всех знают где какой товар продается именно по причине того что если они продали 10 чайников там и по иванову волгоград а он завтра пришел купил еще 20 они точно знают что эти чайники волгограде сейчас пользуются популярностью сейчас очень утрированно просто но это самые достоверные данные а подкрепляются они следующей ответственностью что если мы тоже купим 20 чайников а лучше 40 сразу пойдем в волгоград и продадим их там и они вдруг не продадутся хотя мы ввели рекламную компанию потратили деньги будь любезен забери их назад верни нам деньги за счет этого и за счет больших объемов закупок нам конечно же удалось выбить эти два по сути очень простых условий и все довольны то есть вы живете на скидках от производителей и даете возможность по сути дела зарабатывать людям которые хотят попробовать хорошо ну знаешь это похоже на то что я дал деньги в рост понимаешь сижу и деньги получать человек то должен работать сам как-то конечно у нас сейчас идет пока первый этап развития мы только-только становимся на ноги вообще становимся узнаваем то есть 20 миллиардов это только-только за двадцать третий год оборот 130 уже так что ну по сути да но все равно у нас очень не хватает в массы донести на наш бренд этот нормальный стратегически так положено поэтому на следующем этапе все эти селеры будут обязаны заниматься доставка мы просчитали точно так же удобно им все сделали у них все будет хорошо то есть не нужно будет именно работать и уже быть полноценным предпринимателем но фишечку с гарантии продажи мы оставляем и получается такое комьюнити которая понимает что их никто не бросит в случае если они накупят товар и ничего не произойдет и модель безумно твердая не но смотри тебя то как вот предпринимателя мне само все очень нравится да то есть ты так в розницу собрал деньги обеспечил людям гарантии их инвестиций вкладов так скажем и сам зарабатываешь и людям зарабатываешь да то есть ну такой скажем социально ответственный бизнес это круто потому что тысячи рабочих мест тысячи предпринимателей но мне всегда мне во всяком случае по убеждению кажется что не какие-то спекуляции да это труд который украшает человека то что ты вложил там паевый инвестиционный фонд вложил там в какие-то инструменты получаешь деньги так называемый пассивный доход но это сильно расхолаживает потому что ты не трудишься то есть у тебя нету навыка работать руками да и зарабатывать вот с помощью своего труда интеллектуального ручного и не знаю физического деньги то есть это кто-то делает за тебя вот просто в моменте сейчас максиму нужно там огромное количество вот этих мини-инвесторов до которые там скажем в для оборота определенного и вопрос когда ты принес деньги в личный кабинет ты кроме доставки что-то делаешь например там должен карточки товар заполнить или например там в линии консультации техподдержки поучастно чтобы у тебя деньги то они были зарабатывались наши ощущение было вот это вот что ты работаешь на самом деле на на втором этапе вот этих так называемых дарксоров которые мы хотим внедрить это будет полноценная работа тебе надо найти помещение мы тебе можем дать список помещения но обзвонить их нужно самому надо заключить договор аренды нанять сотрудников это стоит на налоговый учет конечно заплатить налоги 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 вообще обязательно мы всем говорим и это пропагандируем прям что ребята белый бизнес это самый лучший ну то есть это не просто деньги в рост забыл лежишь там смотришь на диване телевизор и тебе капает там постоянно какие-то проценты доходы да может быть сто процентов а может быть сто сорок процентов пока так но попозже но работаешь так или иначе работаешь делаешь определенную скажем ну выполняешь какой-то функционал да и ощущаешь что вот за то что ты поверил рискнул и сделал так или иначе чем быстрее ты найдешь эти помещения договор заключит тем быстрее начнешь получать деньги мне очень понравился пример с знаешь таким скажем совпадением заказа и доставки в течение там одной минуты расскажи пожалуйста как это работало значит мы тестировали возможность как раз таки перехода на следующий этап это когда селлер берет товар и хранит его где допустим да нету денег на даркстор или еще не готов человек до рискнуть товар до 10 килограмм электроника она всегда маленькая не он взял там два тот же телефон да он сколько весит 300 грамм немножко он коробка айфонов на 50 миллионов она там занимает два квадратных метра максимально и он взял значит очень маленькую партию товара ничего не продалось кроме одного телефона но зато закупка этого телефона была феерична он получает заказ на свой же адрес разница только в том что у квартира другая и он собственно идет в эту квартиру звонит там открывает сосед который рассказывать свою историю будет я делаю заказ через минуту мне потом приходит звонок стоит сосед отдает телефон и они друг на друга смотрят там смеются угорают но все при этом прошло успешно это было очень показательно я очень хочу чтобы в будущем вот эта волна на ней можно мне кажется будет поднять вот это вот социальный вот этот бизнес очень круто то есть для меня к как вот для предпринимателя было очень важно мне никто не дал поддержки и теперь я создал бизнес который эту поддержку дает и это очень важно для меня и мне кажется что я никогда не верил что все наши предприниматели будут вот сидеть с макс маркетом до конца жизни я всегда говорю что девять из десяти что наши предприниматели попробуют платформу оставят ее в будущем как какой-то пассивный бизнес до на ему тоже других сотрудников но получит вот этот вот эффект вот который ты знаешь да это что-то создал она заработала и работает уже без тебя и это будет просто трамплином для того чтобы они начали создавать другие продукты нанимать еще больше людей вот я думаю что будет так я в это верю ну вот знаешь хочу дополнить и добавить ведь всегда приятнее наверное дарить подарки чем получать конечно потому что ты присоединяешься к тем эмоциям радости не знаю счастье вот этой неожиданности от человека то что истинные искренние эмоции радости они бесценны абсолютно и когда человек вот в течение одной минуты пришел и выполнил заказ другого тем самым введя его в какой-то там восторг да то есть он не только заработал на этом но еще и получил выступил этим санта клаусом или дедом морозом который дарит подарки и я хочу зачитать нашего радиослушателя который нам написал к сожалению не представился значит очень трогающее письмо привет максим игоревич я являюсь партнером макс макс маркета более двух лет сказать что я доволен ничего не сказать лучший проект столетия без преувеличения я открыл для себя новый мир предпринимательства также макс маркет играет огромную социальную роль четыре тысячи человек стали жить лучше выглядит как рекламный тост но видно пост но видно что человек написал искренне зовут его николай николай благодарю очень что поделились такими ну скажем с другой стороны баррикад я думаю для максима это очень приятно то что чувствуется что он получает как раз удовольствие от создания систем которые приносят пользу людям вот в моем случае социальная ответственность была какое-то время назад я думаю о что приносит быстро экономику в нашей стране в регионы туризм потому что одно рабочее место в туризме она дает там 7 рабочих мест в смежных отраслях и когда ты во первых открываешь людям нашу страну растет патриотизм ты видишь разницу между там городами и селами и дальними какими-то там видишь многонациональность на ру многонародность там разницу в доходах я не знаю в сервисе у кого-то есть насмотрен нет огромное количество возникает ассоциации и сама идея но понятная да там рабочие места но когда ты по сути дела с помощью айти технологий начинаешь вот эту экономику приносить когда люди своими руками могут приносить пользу то есть он может сэкономить на dark story хранить какой-то товар дома но в то же самое время в ореоле обитания вот этих заказов это как такси все равно похоже ты нажимаешь кнопочку вызвать такси ближайшие там в зависимости от рейтинга к тебе приходят то же самое здесь вы же можете сделать предиктивную аналитику определить какие товары сейчас пользуются спросом соответственно в них их нужно покупать и тогда люди могут не ждать там при неделю доставки а их кто-то заранее уже купил из соседнего дома и принес тебе в течение пяти-десяти минут это к это удовольствие это здорово поэтому ну конечно кто-то сомневается пишет что возможно это какая-то пирамида прочитает обо всем и ни о чем конкретнее ребята то создается ощущение что маркетплейсовая пирамида какая-то ну прикольно создать нет на это нормально просто во первых прикольно что ты создал по его словам пирамиду какую-то да это тоже и так просто а во вторых ключевой фактор пирамиды всегда был только в одном ты выплачиваешь деньги партнерам за счет новых партнеров а здесь деньги поступают с маркетплейсов это же легко очень проверить поэтому ну тебе восемь лет ну как бы то странно странная пирамида не здесь мне понятен скептицизм на самом деле я же с этим возражением там семь лет работаю и до сих пор приходят такие люди я могу только посоветовать всегда людям просто проверить самостоятельно ну рискнуть там 100 тысяч рублей даже не надо 100 тысяч у нас там акция есть с одним из крупнейшим банков там все можно овертрафт получить 50 тысяч без подписания кредитных договоров без всего просто попробовать посмотреть но нужно и по открыть это тоже очень многих останавливает вот этот сделать первый шаг стать предпринимателем я щас и по и открою мне потом закрывать на мой взгляд вот люди которые так пишут они либо не дознакомились повод ищут да либо повод ищут тут у них все плохие всегда и так далее пожалуйста проверяйте кто кто мешает я один из тех директоров немногих директоров который сидит в чатах с селлерами я прям лично им отвечаю я всегда на обратной связи у меня есть куча отзывов где люди у нас контакте пишут сайт плохой товар отличный доставка ужасная но блин там я сделал плохой отзыв мне позвонил там директор извинился и за счет вот такой коммуникации я вот ставлю пять звезд то есть вот были такие темы знаешь я сейчас тебе дам один такой лайфхак была рубена рутинян основатель компании хендерсон купил когда-то торговую марку но сделал вот одно из крупнейших предприятий по производству мужской одежды вот он сказал меня клиент постоянно меня есть гарантия что если мне лично напишут письмо я гарантирую что в течение трех дней деловых дней бизнес дэй я отвечу если я не ответил мы дарим сертификат на какую-то сумму и это действительно работает я не знал этого но это круто это правда звучит даже очень круто звучит очень круто и но такие обычные новации не показывают насколько компания лицом относится к своим потенциальным партнером потребителям я сейчас предложу уйти на короткий перерыв напомню что сегодня у нас максим ильин даже прочитаю тебя по отчеству по отчеству как нам писали игоревич значит после перерыва мы немножко поговорим про тебя что тебя мотивировало да потому что когда в там в очередной раз тебе говорят не верю это будет интересно немножко от технологий перейти к личным особенностям нашего чемпиона оставайтесь с нами игра по крупному еще раз добрый вечер дорогие наши радиослушатели с вами виталий езопов и максим ильин человек marketplace макс маркет мы задаем ему вопросы про технологию и бизнес-модель как он сделал компанию с многомиллиардной выручкой за восемь лет так как и у него планы сейчас я предлагаю углубиться то что так что радиослушатели больше спрашивали про мотивацию да вот приду по ремер значит интересно узнать про человека и что двигало тобой на данный момент очень не хватает личной мотивации хочется услышать чужой опыт екатерина москва вот насколько я знаю что в бизнес-модель твою не сразу поверили да и тебе приходилось ну скажем неоднократно разговаривать с партнерами с инвесторами с теми же поставщиками или производителями чтобы заработала бизнес-модель и сейчас конечно к тебе уже приходит они ты за кем-то бегаешь вот что тебя мотивировало как ты не сдался в какой-то момент и сказал знаешь я устал классный вопрос мне очень не нравится ответ потому что он не всем подходит на самом деле значит мотивация она всегда разная кто-то ради там будущего детей кто-то там ради своего обогащения часто бывают знаешь травмы такое эго неспокойное из-за воспитания родительского тебе хочется через скажем то что ты добился много чего заработал деньги доказать миру там отцу в там семье своим одноклассникам которые симпатичными девчонками встречались да что ты все-таки где-то их обошел и обогнал а они еще наемные служ служащие да разные будет безусловно мотивации но как говорят психологи очень часто это все про эго да такое нездоровое скажем я с этим не совсем согласен да вот что двигало тобой как это было жаль что ты не согласен потому что вот мой ответ это вопреки надо было сделать да всем доказать но в моем случае это не родители там с кем-то это инвесторы я же вместе регалии такие как человек получивший тысячу отказов это абсолютная правда меня москву знаю по местам где меня посылали я еду вот здесь меня послали здесь не про банки про что банки банковских сотрудников инвесторов инвенчурных фондов венчурных инвестиций я не знаю вот весь пул этих людей которые мне говорили что мальчик ты глупый что ли ну куда ты лезешь вообще это было прям проектные финансировали и не хотели чтобы ты вложил тоже какие-то деньги на обычных 80 на 20 у меня не было денег я честно говорил я просто говорил о том что ребят как угодно контролируйте эти деньги я буду работать я буду впахивать вот я за идеей вот можете на меня положиться но этого им было мало самое страшное что марсанальная ответственность обычно до залог там поручить какой залог я понимаю 20 там сколько шесть лет там ну ты приходишь с горящими глазами ребят верьте в меня я смогу я справлюсь да и меня больше всего бесило именно вот подобные отказы когда тебе говорят ну там залог давай или там вот просто уже сделку нотариусу приходит а вы там залог какой даете ты конечно мы не могли вот раньше сказать и окончательно меня выбесил 19-й год когда я очень то уже там не не помню уже сколько лет я уже ищу инвестиции приходит компанию в россии же это как все через знакомых там сарафан на радио да ты зашел через кого-то кто-то там пообещал сядь взяться значит ребятам мы им говорим 40 миллионов рублей значит мы там 20 процентов компании отдаем и нам нужны ваши программисты они как раз этим занимались казалось бы да там у вас все есть вот но мы все вам расписали ваши люди там контролируют все они встают и говорят мы готов вам предложить значит двух программистов и помещение спасибо большое очень очень полезно будет просто до свидания все я плюнул в это был конец 19 года я на все плюнул я пошел запилил какой-то лендинг там с товарищами на последние деньги я вложу вот 100 тысяч в рекламу этого лендинга и вот тут завертелось просто вот тут каждый день но вы клиенты мне пришлось очень быстро адаптироваться это безумно тяжело и у меня был момент когда заходит потенциально потом текущий наш партнер он видел это все своими глазами он заходит в дверь значит 1 января там или второго у меня встреча почему-то была назначена заходит в дверь тут коробки и вот я один в этом кабинете это кабинет 30 квадратных метров там три стола просто нагромождение товара какого-то нереально и просто я лежу сплю на диване он стучится ведь можно я вскакиваю кофе нет спасибо я не вам я себе налился чашку кофе сел и параллельно с ним я печатал отвечал на вопросы по товарам по заказам то есть вот была такая история и и он один из таких был самых первых крупных партнеров то есть он был попробовал эту историю в самом самом начале ну вот такая такие горячие глаза поэтому я тебе так вопреки но это очень сложно это такие морально волевые должны быть что не каждый потянет лучше что-то по другую мотивацию но у каждого свой путь тебе хотелось наверное доказать потенциальным инвесторам которые в тебя не верили что ты на что-то вот там словно способен да и мне очень нравятся притчи про там голубой океан красный океан у меня была потрясающая тоже женщина которая скажем решая свою медицинскую задачу с бесплодием придумала делать кето продукты здесь оттестировала бизнес модель и и заняла там российский рынок значит уже в арабские эмираты сейчас в индию поставляет но наверное за полгода наверное уже в два в три раза больше стало вот она сказала очень классное описание она сказала знаешь есть бизнесмены есть предприниматели бизнесмены они копируют чужую бизнес модель взвешивают все риски смотрит здесь мы сделаем подешевле здесь у нас там чуть эффективнее ну вот на эти два процента мы там что-то сделаем но они копируют да а а когда ты являешься предпринимателем ты можешь создать новый продукт тогда ему цены нет ты сам назначаешь вот по сути дела ты придумал свою игру в которую верил у тебя был соответствующий опыт с горящими глазами ходил тебе сказали непонятно ну здорово но деньги мы тебе пока не дадим ну потому что вот не слышали еще такого да и тот кто в тебя поверил наверное тебя отношения там хорошие деловые это ты очень ценишь и вот всем этим тысячи отказом ты сказал ребят смотрите я справился я иду вперед и пока еще и не настолько звездный поэтому прихожу даю интервью рассказывать про свой про свой опыт да позитивный и заражаешь передаешь это ну всем всему окружению когда человек с чем-то справляется конечно хочется сказать и вы тоже можете и вот сейчас наша вот эта часть рассказа про тебя я так вижу что ребята пишут что у тебя есть и государственные премии и награды там да не много много всего потому что а трудоустроить тысячу человек за несколько лет и еще дать работу больше четырем тысячам сейлеров которые вкладывают деньги организуют работу то есть по сути дела ты такой апологет один человек который стоит минимум пять тысяч душ работающих до которым мы еще несколько лет никто не верил это супер идея хочется этим поделиться вера в себя это как раз но хороший пример очень да при всем при этом я подтверждаю что максим очень скромно себя ведет и если бы я его встретил тоже в столовой в этой мы также сказали друг друг с другом поговорили как мы работаем курьерами на предприятии мне это очень близкая философия скажи вот будущее куда ты идешь вот ну скажем так твоя сейчас уже концепция она наверное ну в россии сейчас бум на и пио внутренний рынок растет по скажем финансирование компании вот там компания positive technologies стала ну хорошо оценена выросла сейчас уже мои друзья из диасофта очень хорошо разместились да то есть видно что с деньгами сложности нет с такими с привлечением средств через качественные инструменты если ты соответствуешь критериям и самое главное что я посмотрел статистику электронной торговли там тоже бум то есть прям кратно все увеличивается все удобнее становится использовать интернет доставки мы видим как по по улицам гоняют эти ребята на мопедах до подрезаем это в видели роботов видели да очень круто соответственно скажи пожалуйста будущее как ты себе видишь вот через несколько лет во что вы можете трансформироваться и куда уйдет электронная коммерция коммерция конкретно наш наверное бум тоже на хайпе мы выходим тоже на мосбиржу в апреле но не айпио мне акция облигации то есть у нас на первый этап до первый этап такой нам самим это очень классно max market 24 твой проект все верно да вопросов вот и соответственно после того как мы полно выйдем и вот мы у нас сейчас внутренний аудит идет там вот эти критерии проверяются это очень сложно помогут что-то на эльфийском на бухгалтерском я не лезу туда пускай проверяют вот нам присвоить на рейтинг после этого мы соответственно планируем из наших новаций да мы как раз таки займемся вот этой системой прогнозируемого спроса когда мы будем знать на основе уже текущих продаж а что собственно будет популярно и что на что будет бум очень легко предположить да там без чата gpt что будет бум там на новый iphone да грубо говоря и там на новый samsung в нашем случае мы хотим пойти ниже да какие процессы какие видеокарты вот что что конкретно в каких городах будет больше всего пользуются популярностью это первое второе мы будем полностью автоматизировать склад то есть мы роботы роботы но людей никто не выгоняет люди будут обязательно работать принимать отношения не доверяющий пока роботом до конца вот роботы насколько мне известно кстати очень классный лайфхак оказывается это субсидируется то есть есть ряд аккредитованных компаний которые если через них это все заказать потом государство субсидирует государство заинтересовано чтобы людей меньше трудоустроили что ли чтобы роботы работали нет я думаю как раз таки я больше с позитивной точки зрения смотрю мне кажется это просто автоматизация людей можно повышать конечно эффективность повышает естественно маленькую в топ сделаю я ездил соединенных штатов с там больше десяти лет назад тоже занимался разного рода разработками вот меня поразило что самый большой дата-центр и вычислительной мощности были у компании волмарт на тот момент и они настолько качественно прогнозировали продажи когда зарождался ураган в мексиканском заливе они знали в какие магазины подвести веревки канистры плащи там лодки надувные да и и в то же самое время скидки так как в соединенных штатах петля обратной связи у низкого персонала она короткая там зарплату платит часто раз в неделю что мотивацию человека падает и обычно знаешь там скидки они начинаются там с нуля в начале месяца да и постепенно увеличиваются консульта что у людей кэш реально вот это здорово то есть предъективная аналитика какой товар будет в какое время года используя пользоваться большей популярностью в зависимости от кино чебурашка например да какого-нибудь выхода нового айфона ну и не знаю там коньки и лыжи велосипеды и все остальное это очень круто я вот к этому стремлюсь короткий вопрос есть ли онлайн мастер-классы обучающие кто учит как зарегистрироваться на платформе как работать слушайте пожалуйста я услышал недавно очень страшную историю кто-то повесил мою фотку и продавал какой-то мастер-класс за там 20 тысяч рублей это все вранье я не продаю ничего я готов бесплатно проконсультировать кого угодно не нужно ни в коем случае ничего покупать пожалуйста потому что вот ну то есть на сайте можно обратиться сказать хочу стать сейлером научить это вообще без проблем даже можно мне в личку написать я в контакте мне открыт доступ я не хочу чтобы ты спал на коробках там нет я отвечал всем я очень коротко отвечаю два часа час на работу пока еду в пробке стою и обратно соответственно я с водителем поэтому вот буду отвечать максим заработал на водителя поэтому может вам похвастался даже в дороге мы сейчас идем на короткий перерыв напомню что с нами человек marketplace максим ильин который сумел не смотря ни на что и вопреки тысячу отказов сделать компанию с многомиллиардным оборотом который продолжает расти скоро будет предугадывать запросы пользователей самое главное он делает мир лучше потому что мы все становимся участниками экономического процесса и даже сосед может прийти на выручки и доставить тебе тот товар который ты заказал минуту назад оставайтесь с нами игра по крупному друзья мы выходим остается не очень много времени вы можете задать какие-то вопросы свои максиму ильину человеку marketplace это максмаркет 24 точка ру написать ему через сайт ему либо через социальную сеть вконтакте стать участником процесса вот этого экономического такой это я бы даже сказал что у тебя фактически такая социальная сеть такая на которую ты развиваешь которая зарабатывает очень похожа на да очень классная история мне очень отзывается сам по себе максим как человек который такой ну позитивный верит своей идее несмотря на тысячу отказов это очень ну скажем стимулирует и является примером для окружения вот я с тобой сейчас нахожусь мне прям такое классное настроение я вижу что с этой с этой фонариком там я не один в этом лесу хожу темным да что есть такие люди которые верили и добились там соответствующего результата мне очень понравилось что ты постоянно не можешь уже отказаться от постоянного развития и скоро вы будете интегрировать там в аналитику внутренне более глубокую как волмарт который мы упомянули который ураганы предсказывает какие плащи подвозить и рекомендовать своим селлером тем же какой бизнес какие товары да стоит покупать чтобы они быстрее оборачивались то раз второе я так понимаю что ты хочешь открыть и свой в том числе возможно маркет какой-то большой вот можешь мне сказать сейчас последнее время многие пользователи жалуются что все маркеты превратились по сути дела в такие площадки по продаже рекламе рекламы а выдачи на то есть ты регистрируешься на площадке ва у многих это сделать сложно поэтому продают люди курсы обучающий как зарегистрироваться как значит там товар продвигать но тебе в любом случае чтобы выдачу товаров попасть на первую страницу ты тебе приходится за это платить все верно да да и это на самом деле иногда убивает ну какие-то хорошие товары или хороших поставщиков все решается там деньги кто готов либо меньше зарабатывать либо какие-то не знающие механизмы вот что ты думаешь про это насколько это честно действительно ли удел любого электронного маркета стать по сути дела поисковиком с рекламной выдачей ой слушай это отличный вопрос я честно говоря категорически недоволен до тем что я недавно заходил на одну из площадок я пытался товар найти хотя бы хоть какие-то товары а там просто баннер 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 и это ну подбешивает откровенно говоря понятно что я не уйду потому что мне надо здесь посмотреть но тенденция интересная стала мы стали замечать что к нам все кто практически 90 процентов покупателей на нашей площадке именно на нашем да на макс маркет это покупатели которые сейчас приходят без рекламы они делают очень просто они просто копируют название товара из маркетов вставляют яндекс и кто выдачу уже по по такому низкому ключу а там уже борьба прям идет причем она идет давно и там есть жизнь то есть в этой в этой выдаче мы очень часто по названию товара первые выходим потому что мы в принципе одинаково там называемся таким образом получается что к нам приходит клиенты которые как бы устали немножко от баннеров перешли к более спокойным каким-то сайтам и сам-то гонос цена естественно лучше и людям этого достаточно поэтому для меня очень вот твой вопрос звучит интересными я не думаю что нас хватит времени обсудить но я скажу так что вот эти большие компании они продолжат двигаться вот в этом направлении мы не стремимся поглотить рынок дамы я отказался от этих иллюзий свою нишу мы займем это восемь процентов по обороту и собственно вот у меня такого на сайте не будет вот я не собираюсь поладить рекламу потому что мне не нужна такая выручка и мне проще повесить там допустим небольшой баннер в категории производители каких-то там условно бош например как варианта продать им рекламу но небольшую ненавязчиво 30 секунд товары у тебя все книжки нет нет детского сейчас электроника бытовая техника мелкая все спортивное питание инструменты и и помеучи хобби игры что-то в этом духе то есть 5 там 5-7 самых популярных категорий больше не берем даже одежду отказались потому что это вот эти тысячные склады это невозможно переварить понятно ну и последний у тебя есть возможность пожелать нашим радиослушателям радиослушателям я желаю большое вам хочу сказать спасибо за то что вообще выслушали а всем предпринимателям хочу сказать ребят пожалуйста не сдавайтесь вы обязательно все у вас получится при одном условии всегда смотрите чтобы у вас был микро прогресс пусть это будет на одного клиента больше в месяц он должен быть это отличит вашу увлеченность проектом от реаль поэтому не сдавайтесь идите вперед все это было пожелание от максима ильина человека marketplace а макс марки 24 до новых встреч друзья пока максим благодарю приходи еще спасибо спасибо приду обязательно до новых встреч пока